МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время на часах 8 утра, и врачи приступают к своим обязанностям. Каждый из медперсонала обязан облачиться вот в такой костюм супергероя, где все стыки на одежде должны быть плотно зафиксированы и ни в коем случае не должен попадать в воздух из внешней среды, которая является потенциальной угрозой. Немногие решаются побывать в красной зоне инфекционной больницы, соприкасаясь напрямую с теми, кто болен коронавирусом. Нашей съемочной группе позволили пройти в самое пекло красной зоны, конечно, с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических мер. Перед тем, как войти, нужно обезопасить себя, надев маску, респиратор, очки, специальный костюм и резиновые сапоги. Были, конечно, моменты, кто не из привычки, что падали в обморок. Каждый организм приспособлен по-разному. Но со временем это, конечно, все адаптировалось. На сегодняшний день в городской клинической инфекционной больнице имени Жекеновой получают лечение более 200 больных с COVID-19, где около 20 пациентов находятся в реанимации и подключены к аппарату ИВЛ. У нее тоже было поражение. Сто процентное. Сто процентное. Пережила свой кризис. Сегодня, завтра мы уже готовим ее домой. Знаете, вот в интернете пишут люди, которые не понимают, что это за болезнь. И сколько государство и больница делает для людей больных. Я хочу просто сказать спасибо большое нашим врачам. Такие медбратья, медсестры, волонтеры. До чего они внимательные. Я лежала, знаете, я с 17-го числа лежу. Круглосуточно на территории больницы слышны сирены корет скорой помощи. Никого из медперсонала этим уже не удивить. Зато уже на автомате за долгие месяцы пандемии выработался особый алгоритм приема и распределения пациентов. После всех процедур и анализов больной направляется к тем, у кого схожая симптоматика. Каждого пациента принимают индивидуально. Если там уже COVID, то есть этот пациент остается здесь. Не смешивая с другими пациентами. Здесь берутся анализы, проводятся ККЦ, УЗИ, ЭКГ, и психологические анализы здесь берутся. После этого, если установится действительно COVID-19 диагноз, то тогда пациент переводится в адрес. Наблюдали меня в течение пяти дней. И потом решили положить. Вот видите, изменение характерного УЗА для инфраструктурной пневмонии начинается. С этой стороны вышло, с левой стороны. Вот, теперь справа. Вот оно уже, видите, обширно идет. Пневмония есть, а поражение сколько в процентах? 25%. За эти месяцы врачи, работая с больными коронавирусной инфекцией, уже точно могут распознать симптомы и назначить эффективное лечение, основываясь на точных результатах анализов и показаниях высокотехнологичного оборудования. У коронавируса есть определенные факторы риска. Это, конечно, возраст. Чем старше возраст, тем тяжелее протекает. Наличие сопутствующих заболеваний – это тоже. И еще позднее обращение. Когда дома самолечением занимаются, то при позднем обращении, конечно, намного тяжелее протекает. Они уже поступают в тяжелые пациенты. Да и сами пациенты уже с точностью могут рассказать о первых звоночках коронавируса, когда нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. Нехватка воздуха, во-первых. Во-вторых, температура поднялась. Терезмерно выше 38. Так, плюс и... Подлилось. Из-за этого сразу вызвали скорую помощь. Подозрение было. Между тем, эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной. Об этом свидетельствует многократный переход мегаполиса из желтой в зеленую зоны и наоборот. Накануне Аким Алматы Бакджан Сагентаев, выступая в прямом эфире СЦК, акцентировал внимание на вопросе возможной второй волны коронавируса. По его словам, в мегаполисе подготовлено порядка 7 тысяч коек, закуплено 35 новых машин скорой помощи, в этом месяце поступит еще 50. И такое же количество в начале следующего года. Между тем, город готовится к массовой вакцинации против COVID-19. В первую очередь будут привиты медики, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также горожане группы РИСКа, куда входят пожилые люди, инвалиды и дети. Определены наиболее подвержены коронавирусной инфекцией контингенты населения. Это в первую очередь граждане от 20 до 60 лет, составившие в ноябре и последнюю неделю декабря более 60% заболевших. А также пожилые люди от 60 лет и старше до 26%. С начала пандемии в нашей стране мы лишились около 200 медицинских работников, которые отдали жизнь в борьбе с коронавирусной инфекцией. А вот те, ради кого они ежедневно рискуют, беззаботно развлекаются ночью в увеселительных заведениях, не соблюдая карантинные правила, без масок, социальной дистанции и личной гигиены. В Алматы работает 32 мобильных группы, которые выявляют десятки нарушений лишь за один рейд, выписывая штрафы, проводя разъяснительную работу. Эффект от этого, конечно, есть, но выплатив штрафы с 50% скидкой, кафе, рестораны и горные заведения продолжают подпольно принимать гостей. К сожалению, на сегодняшний день количество работающих объектов по выявлению не уменьшается. Единственное, некоторый материал уже направляется в суд. В некоторых объектах приостанавливается деятельность. Это уже по решению суда. Кому-то отдаются месяцы, кому-то два месяца приостановления деятельности. По данным санитарно-эпидемиологической службы, с августа этого года МСБ уже выплатили штрафы более 100 миллионов тенге. А физические лица раскошелились из-за собственной безответственности на сумму свыше 50 миллионов тенге. В этом заведении также были нарушены все санитарные нормы и карантинные ограничения. Вот, допустим, в этой комнате разом сидело 24 человека, не соблюдая социальную дистанцию и находясь абсолютно без масок. Почему гости разбежали? Слушайте, ну, как бы, да, такой момент случился. У нас прочие услуги, кафе, мы не работаем круглосуточно. Я с ней рассчитал в 10 часов еще. Штрафы, между тем, остаются прежними. Физлицам за несоблюдение антивирусных правил придется выложить 83 тысячи тенге. Для МСБ штраф составляет от 600 до 800 тысяч тенге. А вот для крупных предприятий общепита административное наказание равняется 4,5 миллионам в национальной валюте. Пока потенциальные пациенты инфекционной больницы веселятся, как говорится, на всю катушку, медработники вынуждены месяцами не видеться со своими семьями, проживая в гостиницах. Такие жертвы необходимы ради их же близких, а также поддержания стерильной чистоты на самом опасном участке борьбы с коронавирусом. Неинвазивная вентиляция геркет. Получается, за нее сейчас дышит опара. Проводят диагностику, УЗИ. Все органы, так как рекомендуется, могут быть одеты. Медицина шагнула вперед. Можно сделать снимок. Видите, то, что делается снимок, высвечивается сразу здесь. Можно сразу рентгеновку рядом. Все врачи рядом. Можно провести экстренный консилиум и дальнейшую таксистику решить незамедлительно. Это нам дает преимущество выпрошу времени. Больница оснащена самым современным оборудованием, где к каждой кровати централизованно подведен кислород и имеется все необходимое. На складе также есть запас оборудования, медицинских препаратов, средств личной гигиены на случай резкого скачка заболеваемости, связанного с сезонным похолоданием. Те из пациентов, кто на себе испытал весь ужас коронавируса, без раздумий готовы быть первыми, кто получит отечественную прививку. Вот смотрите, у нас будет массовое прививание в начале года. Вы станете добровольцами, человеком из первой партии, который все-таки будет готов прививаться от коронавируса и сказать всем о том, что это надо, ребята? Да, я думаю, надо прививаться, потому что это не просто, а жизнь человека впереди стоит. COVID-19 стер все рамки и границы государств мира. Всю планету охватила пандемия, и в Казахстане осталось немало иностранцев, кто не смог выехать за рубеж из-за локдауна. Данная пациентка у нас вызвана с гражданами России. Да. Мы даже оказываем помощь, потому что вирус не выбирает ни национальность, ни религии, какого-то возраста, какого-то социального положения, и даже такой гражданин страны. Все, которые нуждаются в помощи, они у нас получают. Вот, даже для иностранства. Мы в связи с карантином не смогли выехать обратно, да? Да. Вот когда вы попали именно сюда? В больницу? Да. 27 ноября? Да. Да, ноября. Для массового производства вакцины, согласно поручению президента Казахстана Касымжо Марта Тукаева, в Жамбылской области строится завод. И уже в декабре из-под конвейера выйдет первая партия отечественной вакцины в количестве двух миллионов доз. Его мощность, по словам Акима региона Бердебека-Сапарбаева, составит от 30 до 60 миллионов доз. А стоимость всего проекта составляет 70 миллиардов тенге. Насколько эффективна казахстанская вакцина, трудно говорить, поскольку клинические испытания еще не завершились, они продолжаются. И тогда можно будет, в общем-то, говорить. Ну и самое важное то, что насколько успешно сумеют наладить серийное промышленное производство в огромных масштабах, насколько это требует больших усилий, на самом деле. Защитные костюмы врачей инфекционной больницы – это своего рода саркофаг, куда не проникает даже воздух. Его нехватка приводит к высокому потоотделению и отдышке. Поначалу кружится голова, сдавливает виски и хочется снять очки, которые впиваются, как присоски к лицу. В этих защитных костюмах мы находимся уже три часа из четырех допустимых. Дыхание осложнено и действительно тяжело дышать. Но, как говорят специалисты, со второго-третьего раза организм привыкает к подобным спартанским условиям. В свою очередь, чтобы снять защитный костюм, нужно провести настоящий ритуал, ведь на внешней стороне вирус уже комфортно расположился. Вот здесь уже промежуточная грязная зона. Здесь специальные бочки, где для каждой надежды мы снимаем обувь. И в верхней слое надежды вся грязь находится у нас под подошвами. Так, так. Это тоже обрабатывающий раствор. Образно обрабатываем. И начинаем снимать. Вот, не прикасаясь, я под новичку. Видите, наружу на оболочку, только без открытия. Внутрь. Видите, я только с внутренней стороны. Видите, это не перчатка. Тоже вот этот внутренний оболочек. Снимай. Выворот, выворачивай внутренний оболок на оболку. У меня есть еще одна крышетка. Теперь нужно снять очки. Очки. Официально только с высотой. Снимаю наружу над носом. Я все еще защищен маской. И все. Уже менее безопасное место. Я с ним ухожу в другую зону. Там выдаю. Я не могу. Только личная ответственность использования элементарных средств индивидуальной защиты помогут сократить число пациентов в больниц до начала массового прививания казахстанцев. Других вариантов на сегодня не существует. Роман Ноченко, Сагингали Нургали, телеканал Алматы.